Три необычных арт-объекта появились в сквере имени Светлого на Большой Покровке. Эти проекты стали победителями седьмого международного архитектурного фестиваля «Огород». Небольшой скверик в самом центре Приворской столицы украсила деревянная башня, беседка для чтения в виде куба и переплетения белых и желтых труб. Все это объекты для одного из социально значимых учреждений города – школы, вузы, музеи, библиотеки или стадиона. Нам очень важно развивать городские пространства в Нижнем Новгороде. И нам очень важно, чтобы горожане, нижегородцы испытывали в этом потребности, так же, как и мы хотели в этом участвовать. А для этого мы приглашаем профессионалов, чтобы они создали интересные, яркие образцы, которые стали бы новыми, маленькими символами каких-то парков и скверов Нижнего, так и, может быть, вообще всего Нижнего. На первом этапе фестиваля был проведен международный конкурс архитектурных объектов. Из 40 присланных на конкурс работ профессиональным жюри были отобраны 5 проектов из разных городов России – Нижнего Новгорода, Самара, Москвы и Екатеринбурга. Все они создавались молодыми специалистами в области архитектуры и дизайна и искусства с одной целью – благоустройства и развития городского пространства за счет возведения арт-объектов и малых архитектурных форм. Это привлекает такое большое количество людей, которым не безразлично, как формируется пространство, каким будет город, какое будет у него благоустройство. Вы свои работы не только устраиваете, формируете пространство, и вы еще и привлекаете внимание к этой теме. Среди архитектурных композиций, украсивших сквер имени Свердлова, две предназначены для детей. Первая – это необычный читальный зал 31 для Нижегородской государственной областной детской библиотеки, придуманной дизайнерами и архитекторами из Самары. В такой беседке хочется расположиться с книгой надолго. Еще один, а точнее два арт-объекта – это проект под названием «Айбэ сидели на трубе», созданный для частной школы имени Ломоносова. Ребята, я, конечно, просто абсолютно потрясена, потому что мы решили сразу не задать. Во-первых, у нас школа теперь является международной, у нас много международных гостей, а не только потому, что у школы есть инсталляция, а второе, что наконец дети будут где-то плавать. Это просто нескольким. Кстати, о детях. В рамках фестиваля работала самая настоящая детская архитектурная мастерская, где ребятишки могли сами создавать инсталляции, раскрашивать их и украшать пространство по примеру старших товарищей. Я сделала вместе с папой ракету из картона и раскрасила ее краской. Мы сейчас поднимемся на холм и поставим ее, чтобы все ее видели. Увидеть произведения маленьких взрослых дизайнеров и архитекторов нижегородские гости города смогут в сквере на Большой Покровке в течение нескольких дней. А затем архитектурные композиции переместят на постоянные площадки учреждений, для которых они и были созданы.